Итак, я перезагружаю компьютер, выбираю завершение работы, перезагрузка. Теперь наша задача указать ему, откуда он должен загружаться. Не с жесткого диска уже, соответственно, а с флешки, потому что у нас на флешке находится установщик, и теперь нужно зайти обычно в BIOS и указать вот это новое устройство для загрузки. В BIOS на разных компьютерах нужно заходить по-разному, но, как правило, кнопка, которая позволяет войти в BIOS, пишется в момент загрузки компьютера. Вот сейчас у меня вот черный экран, и вот когда побегут первые символы на традиционном компьютере, то там обычно написано либо клавиша Delete, либо клавиша F2, либо F8 позволяет войти в BIOS. Вот там вам нужно найти вкладку либо Boot Device, либо Boot, либо еще что-то связанное со словом Boot. Как правило, именно там указывается, откуда компьютер должен загружаться. И там вы увидите свой жесткий диск, свою флешку, свой дисковод, и вам нужно, соответственно, выбрать, если вы так же, как и я, использовали флешку, ставим флешку, если вы использовали диск, то выбирайте свой дисковод. Вот у меня компьютер слегка необычный, это iMac от компании Apple. Здесь такого BIOS-а традиционного нет, и здесь в момент загрузки нужно жать клавишу Alt, чтобы вот вышло окно выбора места, откуда компьютер должен загружаться. Вот в данном случае я выбираю флешку и нажимаю Enter. Сейчас у меня компьютер будет загружаться с этой флешки, и там я начну процесс установки. Так, вот у меня появился экран выбора языка, соответственно, здесь выбираю русский язык, установку. Так, здесь нужно ввести серийный номер, он у меня сфотографировал в телефоне, поэтому я его веду оттуда. Так, нажимаю Далее и жду, пока он проверит ключ. Так, все отлично, принимаю условия, Далее. Так, здесь выбираю выборочную установку, потому что первый вариант – это просто обновление. Он мне не подходит, я выбираю выборочную и указываю, что я хочу установить данную операционную систему на вот этот раздел. То есть вы должны выбрать тот раздел, на который вы будете устанавливать. Сейчас у меня операционная система установлена вот здесь, но я поставил новый SSD-диск себе и хочу уже установить операционную систему туда. Поэтому выбираю вот именно данный раздел. Обычно люди, когда переустанавливают систему, они переустанавливают ее на тот же раздел, где она сейчас и стоит. То есть вот у меня сейчас стоит она здесь, и в нормальной ситуации я бы переустановил ее именно сюда. Но так как я поставил новый SSD-диск себе, то я выбираю этот раздел и нажимаю Далее. Все, у меня начинается процесс копирования файлов и процесс установки. Так, вот он мне пишет «Отключите внешний диск, нажмите ОК, чтобы перезагрузить компьютер». Так, я отключаю флешку и нажимаю ОК. Так, пошла перезагрузка. Так, и вот она пошла, установка базовых параметров. Здесь нужно указать название компьютера, цветовую схему, которую мы предпочитаем, язык. Так, здесь указываем параметры, я нажимаю «Настроить». Так, и здесь в нескольких шагах нужно нам установить определенные параметры. Так, на первой стороне, в принципе, оставляем все как есть. На следующий отчеты об ошибках можно отключать. Вот это тоже я обычно отключаю. Так, отправлять в Microsoft это все отключаем. Так, здесь отправлять данные в Microsoft опять же я отключаю. Предварительно загружать, отключаю. Так, мое имя, аватар, использовать приложение можно. Так, мой идентификатор отключаю. Так, сведения о мое местонахождение отключаю. И отправление данных опять же отключаю. Далее. Так, и здесь, соответственно, вводим наше имя пользователя и пароль. Так, нажимаю «Готово». Так, все, у меня Windows установилось, и на этом я заканчиваю данное видео. Со следующего урока буду записывать уже его с экрана компьютера и покажу, что я делаю после установки уже. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...